В каждой перестановке можно увидеть циклы. Да, вот кажется, об этих циклах именно вы говорите. Давайте рассмотрим какую-то произвольную перестановку, и перестановки можно сопоставить. На первом месте стоит седьмой дом. Давайте вот эту ситуацию обозначим встрелочкой. На первом месте стоит седьмой дом. И посмотрим, кто же стоит на седьмом месте. Но заведомо уже не седьмой дом, а кто-то чужой. И вот пошел у нас цикл. На седьмом месте стоит дом с номером два. На втором месте стоит дом с номером один. Цикл замкнулся. Иначе и быть не могло, что эта цикла не замкнется, да? Потому что я хожу по вершинам, которые занумерованы так же, как и тома занумерованы. Я хожу по вот этой самой стрелочке. И замкнуться не могло, да? Продолжаться вечно вот это движение по стрелочке не могло. Почему мы не могли прийти, где были раньше? Что означало бы, если бы мы погуляли, 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 и стрелочка вошла в ту вершину, где мы уже были раньше, в начале вершины. Это немножко плохая вещь. Означало бы на одном и том же, вернее так, один и тот же цикл замкнется именно... Одна книжка на двух разных местах. В семерку у вас стоит на первом месте. Потому что обратить стрелки, ну, тоже можно. Можно, можно. На инверсное определение. Нет, но при вашем определении, если у вас в семерку вошли две стрелки, это означает, что седьмая книжка стоит на двух местах. Три. Ну, вот бывают и такие циклы, как здесь у меня тройка, да? Просто петля. Хорошо. Пять и четыре. Образуем такой двойной цикл. Шесть и восемь тоже двойной цикл. То есть в каждой перестановке наших домов соответствует вот такая диаграмма со стрелочками. И с каждой вершины выходит одна стрелочка, в каждую входит одна стрелочка, которая неизбежным образом распадается на непересекающуюся циклу. Такая диаграмма со стрелочками вставляет собой объединение нескольких ориентированных циклов, которые не пересекаются по вершине. Ну, возможно, есть петли. И вот давайте отследим, что же происходит при нашей операции. Я обменял местами, ну, давайте какие-нибудь, там, семь и восемь поменяем местами. Это значит, на месте один теперь будет не семь, а восемь. Я отсоединяю вот эту стрелочку от семерки и ее к восьмерке пристыкую. Так, ну и с шестеркой, значит, с восьмеркой то же самое будет происходить на... Так, я не туда их пристыковал. Восьмеркой. С четверкой шестым местом будет то же самое происходить, что, конечно, ожидаем, да? То есть на шестом месте теперь не восьмеркой. Я отсоединяю эту стрелочку и подсоединяю ее куда положено. Как раз получается все очень хорошо. По-прежнему в каждую вершину входит одна стрелочка и с каждой выходит одна стрелочка. Что же мы натворили, да, если посмотреть? Мы просто из двух циклов собрали один. Так не всегда будет. А как еще будет? Что может быть? Вот эта операция обмена двух томов на нашей диаграмме предстанет как такое отсоединение. Поняли? Двух стрелочек, да? И при соединении их вот такая операция. Такого сорта флип возникает со стрелочкой. Что же он творится этой цикловой структурой? Он либо, как на нашем примере, из двух циклов делает один цикл, склеивает два цикла. Либо, что ожидаем, разделяет. Операция же обратима у нас, да? Либо один цикл, то есть если там две стрелочки вы пересоединяете по этому правилу, внутри одного цикла, например, вот эти две стрелочки пересоединяете, то цикл распадается на два. Ну, это легкая проверка. Я ее сейчас не буду проводить, чтобы всегда так будет. В результате нашей операции вот истинный счетчик, который вообще дает всегда правильный ответ нашей задачи, это количество циклов. Ну, сейчас посмотрим, в каком смысле. Количество вот этих зависимых циклов, которые присутствуют в нашей диаграмме. При нашей операции это количество претерпевает изменения на единичные. Это то, что мы любим, за что мы любим наши счетчики. В начальной ситуации, давайте обратимся теперь к нашему примеру. Вот сколько здесь циклов? Если вы посмотрите, я специально там считаю правильные ощущения. Сейчас, я говорю вот об этой приостановке, а не в 8. Здесь просто будет один цикл. То есть, диаграмма будет представлять себе просто. Здесь один цикл, кара равна единица. А здесь у нас 8 циклов. Каждая вершина представляет собой, там будет петля. Каждый тон на своем месте. Ну, здесь обратная ситуация. Мы любили там спускаться до нуля. Ну, не проблема, да? С единицы мы поднимаемся до 8. За каждую операцию кара заменяется не более чем на единичку. Потребуется не менее 7 операций. Вот этот счетчик точно работает в любой начальной ситуации. Потому что вы по заказу можете выбирать стрелочки на диаграмме и так, чтобы объединить цикл, да? Если вам нужно собрать из двух циклов, да? И так, чтобы разъединить цикл. То есть, всякий раз, если у вас есть цикл длины больше единицы, вы можете выполнить операцию, именно увеличивающую количество циклов. Поэтому неявно вы получаете пример для каждой конкретной остановки. Неявно вы получаете пример. То есть, алгоритм получения финальной ситуации за наименьшее количество операций, он такой, да? Увидел цикл длины больше единицы в нашей описанной диаграмме со стрелками и сделал из него 20. Нет, ну можно просто увидел книгу, поставил на место. Это то же самое. Алгоритм как раз тот же самый, тот, что вы все время делали, он работает. Нужен, все-таки работая с алгоритмом, ставь тон на свое место, начиная с первого, да? Всегда даст оптимальный результат или нет? Но если я специально сделаю так, например, чтобы в начальной ситуации я должен поставить 1 и 5, а они у меня будут в разных циклах. То есть я специально сделаю такую перестановку, чтобы вместе... А как они могут быть? Я уже съездил 5 на месте, на первом месте, то 1 и 5 автоматически в одном цикле. И, конечно же, вы именно разрываете цикл. На самом деле, в термин последнего решения вы именно рвете цикл. Из одного цикла вы получаете два. Значит, счетчик направляет их в зеленую увеличение. А, ребят, это есть такое ученое слово декремент. А, это как раз... Это вот и есть разность между n и числом циклов. Да, n минус количество циклов. Честно говоря, все его всегда забывают. Но, тем не менее, вот, что у нас будете студентами, и на какие-то там минуты запомните слово декремент. Это вот количество тех самых операций, то есть n минус число циклов.